Добрый вечер! Начну из мудрости наших китайских соседей. Если у человека нет ни одного истинного увлечения, то он подобен идолу, который стоит там, где его поставили. Вот об этом, а также о многом другом сегодня в нашей программе. Ее проведу я, Екатерина Иванова. А еще сегодня у нас в гостях вице-президент Федерации воздухоплавания России, тренер сборной страны по воздухоплавательному спорту Иван Миняйло и Марина Федорова, пилот аэростата, господин Великий Новгород. Добрый вечер! Добрый вечер! Я сразу поняла, что у нас в студии сегодня люди влюбленные в свое дело. Вы только посмотрите на блузку Марины, которая вся в аэростатах. Но начну, Марина, я с вопроса не к вам, а к Ивану. Вы уже много лет занимаетесь воздухоплаванием, а вы помните свой первый полет на воздушном шаре? Первый полет, конечно, не забывается. Первый полет у меня случился в 2004 году в городе Суздале. У нас есть традиция для тех, кто первый раз поднялся в небо, мы проводим посвящение воздухоплавателю, и людей нарекают титулом по месту первого полета. Так вот, я граф Суздальский. Вот надо было заранее предупреждать, я бы знала, что представлял у вас Иван граф Суздальский. А вы вот во время первого полета сразу поняли, что это ваше призвание, или, что называется, не распробовали? Во время первого полета мне было 18 лет в этом возрасте. Что-то сразу понять явно сложно. Это был лишь первый шаг в дальнейшей моей воздухоплавательной летной карьере. А когда вы поняли, когда пришло это сознание, что вот это то, без чего вы не можете, что это ваше призвание? Наверное, тогда, когда стало это успешно получаться. А вообще для этого много нужно вложить сил, трудов, учиться? Как вообще это параллельно называется? Управлять воздушным шаром, аэростатом, да? Мы находимся полностью в системе гражданской авиации. Мы пилоты, пилоты свободного аэростата. У нас есть свидетельство пилота. Мы проходим медкомиссию, мы учимся, поддерживаем свою квалификацию, повышаем ее. Поэтому это некий систематический труд по тому вопросу, чтобы быть актуальным пилотом, современным и успешным. Марина, а как за штурвалом, если можно так сказать, аэростата оказались вы? Ну, у нас занимается муж мой и его брат этим с 2009 года. И в 2009 году, впервые в Великих Луках на спортивных соревнованиях, тогда мы еще не имели опыта для участия именно в спорте, мы участвовали в феесте. И там случился мой первый полет. Он был очень незабываемым тоже. Незабываемым, такое емкое слово, да? Да, потому что эти впечатления, которые ты впервые принимаешь, получаешь, когда ты отрываешься от земли, когда ты находишься в этой стихии, в этой воздухе, то есть над тобой большой-большой купол, ты находишься в небольшом пространстве, не замкнутом, но ограниченном. И ты плывешь, плывешь по воздуху, да, по небу, над облаками порой, и, ну, это невозможно забыть, когда это случается в первый раз, потому что впечатления зашкаливают, эмоции, и встреча с землей, она всегда, ну, все равно долгожданна, и всегда очень она бурно воспринимается. Во власти стихии, вы сказали. А скажите, вы можете управлять аэростатом? Или только высота? Вот взлет-посадка, остальное все, скажем так, на волю стихии. В школах нас учат, да, как мы можем немножечко себе эту стихию, да, взять во власть, да, и управлять, не то чтобы управлять, а пользоваться, скорее всего, да, потому что мы летим в потоке ветра. И этим потоком управляет, ну, не мы. Мы управляем аэростатом на некоторых высотах, да, и чтобы мы могли куда-то хорошо дойти до путь, мы, да, должны тоже думать и, я думаю, все-таки обуздать стихии. Если говорить о точности управления, то мы можем перейти уже к теме воздухоплавательного спорта. Суть его как раз точность. Кто точнее управляет этим слабо? Управляем, прямо скажем, большим надувным воздушным судном. Самое простое и понятное для зрителя задание, на земле лежит мишень в форме креста, нам нужно прилететь как можно ближе и сбросить туда ленточку с грузиком. Кто ближе к центру, тот и молодец. И на примерно чемпионате мира результаты примерно такие, что из 100 участников около 30 человек попадают в метр, около 50-70 в 2 метра, ну, и остатки где-то в 10 метров. А наши? Мы, хочу тогда похвастаться, наша команда сборная России является действующим чемпионом мира в командном зачете. В 2018 году был чемпионат мира в Австрии и тренер, и участник, да. Вот в Австрии мы выиграли этот титул, чему рады и гордимся. А скажите, а долго нужно тренироваться, чтобы достичь такого результата? Потому что, ну, с моей точки зрения, слабоуправляемый воздушный шар, это я вас цитирую, да. Да, точность попадания сверху. Ведь это столько составляющих должно сложиться. Чтобы вообще успешно заниматься воздухоплаванием, нужно любить природу, понимать ее, понимать ее законы и уважать ее. То есть мы все-таки действительно летим по воле ветра и должны в этом хорошо разбираться. Вот объясните мне, чайнику от воздухоплавания, я признаюсь честно, я ни разу не летала на воздушном шаре, я только смотрела. И почему вы летаете исключительно на закате и на восходе солнца? Это дань романтики или законам физики? В первую очередь, конечно, с законом физики. Потому что мы летаем в то время, когда атмосфера спокойная, нет турбулентности и когда минимум ветра. Это восход солнца и закат. Но такое время, конечно, накладывает отпечаток на тех людей, которые занимаются воздухоплаванием. Вы все жаворонки, да? Вы нуждите жаворонки. Да, жаворонки. Марина так поэтично описала полет на шаре, а вы вот говорите такой научной стороне. Что больше в полетах на воздушных шаре? Физики или лирики? Или это такое гармоничное сочетание того и другого? Это такая вот романтика вдохновляющая? Или это четкое знание, понимание закону физики? Как, что, почему, откуда, зачем? Я думаю, мы будем единогласны, что в первую очередь мы романтики. И для любого зрителя или обывателя должна быть, в первую очередь, видна красота наших полетов. Чтобы все казалось просто, легко и доступно. А наша техническая подготовка и знания пусть останутся за кадром. Профессиональными секретами, да? Хорошо, расскажите мне, вот помимо того, что вы летите, да, какое-то невероятное ощущение. Недаром называют воздухоплавание, потому что мы все-таки не полет, вы плывете, да? Помимо этого ощущения, что еще? Мне показывала моя коллега фотографии, снятые с воздушного шара, на котором она летала. Виды невероятнейшие открываются. Да, то, каким великий Новгород, Ильминь, Северсов канал, наши маленькие большие-большие озера мы никогда не увидим. Есть виды, которые вас покорили. Вот что может быть красивее? Я не знаю, там, австрийские луга, поля, наши равнины. В горах, кстати, летают воздушные шары? Да, конечно, летают, но по мировым каким-то, да, ландшафтам, да, или как это назвать, это, наверное, Ивана. Я летала пока только в России, вот, ну, и то, не в большом количестве городов. Очень красиво в горах, потрясающе в Краснодарском крае. Да, да, но все равно я, наверное, больше всего люблю наш район, потому что у нас очень много воды, очень это все красиво. И опять же, да, здесь же все равно волнительно, волнительно, потому что, ну, мы летим все-таки в потоке ветра, да. И куда прилетим, все равно это может быть немножко совпадать с нашими, да, расчетами. И когда мы летим, вот, допустим, сегодня утром над, зацепляли краешек Ильмени, мы шли над Северсовым каналом, там рыбаки, удочки, люди на рыбалке, а мы им кричим, доброе утро, клюет. И, конечно, и они нам машут всегда руками рады. И вот, ну, мне нравится вот у нас летать. И всегда, где вода, там, наверное, ну, для меня это правда, потому что это еще одна из наших стихий, да, вода. То есть у нас воздух, вода, огонь над нами, да. Ну, и земля, которая нас принимает и отпускает. Прекрасный образ вы нарисовали, да, Иван? А у вас? Ведь вы много повидали, много где соревновались. Интересно ваше мнение. Наша планета, наша земля, это бесконечная область познания. И воздухоплавание, это один из способов узнать наш мир. То есть мы, воздухоплаватели, редко ездим, просто как туристы, да. Сложно мне себя, например, представить, что я поеду в какую-нибудь турпоездку, буду лежать неделю на пляже. Это для меня невозможно. Вы сразу ищите братьев по воздухоплаванию? Да мы просто уже целенаправленно выезжаем с аэростатом, смотрим, где проходят какие-то фестивали или соревнования, и таким образом узнаем другие страны, города и путешествуем. Беседуя с вами, невозможно не упомянуть. Я думаю, что наши зрители, которые интересуются воздухоплаванием, это наверняка знают. Ну а те, кто не интересуется, сегодня обязательно узнают. Невозможно не спросить про то, как вы установили мировой рекорд. Вместе с Федором Кунюховым. Это рекорд, поправляйте меня в формулировке, по продолжительности полета на воздушном шаре. Это так? Расскажите, вот вы были 32 часа, да, если я не ошибаюсь, или больше? У нас есть несколько рекордов. Мы сейчас говорим о тепловом аэростате, в котором мы сжигаем фропан-бетановую смесь, и за счет теплого воздуха он летит. Вот у нас есть мировой рекорд для этого вида аэростатов, 55 часов, и, по-моему, 9 минут я уже забыл. А с налетом столько не летают. Это же больше, чем двое... Ну расскажите, я понимаю, что вы человек немногословный. Да, мы чемпионы мира, да, мировой рекорд, 55 часов на воздушном шаре. Батюшки мои, как? Где это было? Что вы делали? Какие трудности? Делитесь. У нас была прекрасная компания, нам было хорошо и интересно вместе. А так, рекорды на тепловых аэростатах по продолжительности полета можно поставить только зимой. И чем холоднее, тем лучше. Мы можем взять больше топлива, дольше лететь. Поэтому мы выбираем погоду ближе к минус 30, что там позволяет нам наша родная Россия. То есть это в России, на территории нашей страны? Да, мы взлетали из города Рыбинска и приземлились в Саратовской области, рядом с городом Красный Кут. И вот так вы плыли и плыли над матушкой России, красотища. И плыли днем и ночью. Скажите, ну честно, вот ваше ощущение, не страшно было? Вы волновались? Или вот вы были уверены? Идем на рекорд. Рядом Федор Конюхов, который там сто с лишним суток по океану плутал, что ему двое суток на воздушном шаре. Ведь очень важно вот это вот, вот это тает, вот это магия. Удача любит подготовленных, в первую очередь. Если говорить о рекорде, здесь, конечно, техническая сторона играет большую роль. Долго готовились, выбирали погоду, готовили оборудование, делали расчеты. А дальше надо было исполнить, не сказать, что это просто. Опять сейчас, если погружаться в детали, то, может быть, я чем-то испугаю там людей. Зачем это? Но Марина сидит и улыбается, видимо, знает, что ничем нельзя испугать, да, тех, кто настроен. Нет, все равно, в любом случае, ну, не каждый полет наш, но особенно сложный, я думаю, вот такой, как делали Иван с Федором Конюховым, я думаю, там было волнение достаточно, все равно, и, может быть, какой-то мандраж, еще что-то, то есть, какой-то, может быть, страх. Нет, Вань? Ну, страх начинается с того, что у нас было 5 тысяч тонн, ну, не тонн, 5 тысяч литров газа. То есть, много. Да. Это все стоит, да, не в кузове, а закреплено, как-то навешано, как колбаски. Если что-то пойдет не так, то приземлиться с таким количеством топлива сложно и не сильно безопасно. Потом, чтобы пролететь долго, нам нужно лететь, как ни странно, как можно ниже, там больше подъемная сила у аэростата. Если днем это привычно, то ночью это может быть чуть-чуть небезопасно, поэтому ночами было напряжено в первую очередь. А скажите, вот воздухоплавательный спорт, он требует, что называется, да, ну, такая формулировка, быстрее, выше, сильнее. Вот он, хочется еще одного рекорда, да, или сделать то, что никто никогда не сделал. Это такой вид спорта, который подталкивает, да, на какие-то смелые новые шаги и свершения. Ну, то есть, ваш рекорд, я так понимаю, что это был три года назад, и пока его никто не побил. И желающих, видимо, нет. Пока никто не побил, желающие есть, снова мы. Ну, вот видите, я к этому вас и подвожу. А теоретически, сколько можно беспосадочно пролететь на воздушную шарину? Вот так. При хорошей подготовке. Так вот, и есть рекорд. Да, 53 суток. Это для теплового аэростата. У нас есть разные категории, мы говорим именно об этом. Есть там еще газонаполненные аэростаты, они могут дольше летать. А на тепловом пока такой рекорд, ну, мы хотим через третью ночь в итоге пролететь там, чтобы получилось 70 с чем-то часов. Марина, а женщине за штурвалом аэростата, в таком, как я понимаю, преимущественно мужском виде спорта, непросто? Нет такого, что, ну, вот, мы-то тут... Ну, непросто. Доказывать вдвойне приходится. У нас не так много женщин-пилотов, вот, и в России, ну, и вообще процент относительно мужского населения достаточно небольшой. Ну, я пока не буду стремиться в спорте, да, к тому, чтобы мне куда-то там кого-то, ну, из мужчин, да. Пока попробуем женский за счет, попробуем просто... Ну, для начала надо начать. То есть я сейчас в этом году планирую поехать вот впервые в Великие Луки. До этого я была, да, как пилот-любитель, грубо говоря, а теперь хочу попробовать себя как спортсмен. Это, на самом деле, очень сложно, потому что много надо всего в свою маленькую голову еще дополнительно поместить, потому что конкуренция очень серьезная. Ну, согласитесь, что вот занятие воздухоплавательным спортом значительно расширило Ваш кругозор. Вы стали интересоваться тем, чем, может быть, никогда и не интересовались? Ну, может быть, обычный полет, это все-таки более расслабленное состояние. Да, конечно, мы там отвечаем за свой расстат, да, за то, как у нас все это пройдет, полет, еще что-то. А здесь надо уже ставить цели, то есть выполнять задания, не просто лететь и наслаждаться, а работать головой, работать напряженно и оборудованием. То есть здесь уже несколько другая специфика. Я пока только могу это себе представлять, потому что летала штурманом с мужем. Но это очень захватывающе, это потрясающе. Это, наверное, как любой спорт, это трэш. Продолжим разговор после рекламы на НТНИ. Переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Заработная плата – 21 тысячи рублей. Работа в стабильной и развивающейся компании. Справки по телефону 22 90 16. В связи с расширением производства «Белгранкорм Великий Новгород» приглашает на работу в деревне Новая Рахина Крестецкого района. Обработчиков птицы, изготовителей полуфабрикатов. График работы сменный – два дня в день, два дня в ночь, два выходных. Заработная плата – 25 тысяч рублей. Полный соцпакет, доставка на работу транспортом предприятия. Ежемесячно выдается продуктовый набор «Бесплатное питание» в рабочие смены. Впервые в Великом Новгороде. С 21 июня. Международный цирк «Империал». В программе «Тигры», «Львы», «Мотокаскадеры» из Бразилии и многое другое. Внимание, акция. Успей купить до 21 июня три билета и четвертый получишь бесплатно. Подробности по телефону 68 90 25. Категория 0+. Предприятие «Велико-Новгородский мясной двор» требуется мастер цеха, медицинская сестра, водитель погрузчика, расфасовщик, грузчик. Обращаться в отдел кадров с понедельника по четверг. С 6 на 7 июля в Великом Новгороде пройдет фольклорный праздник «Новгородская купалья с кудесами». Купальскую ночь вместе с фольклорным театром «Кудесы» будем варить купальскую кашу, плести венги и дарить их возлюбленным. Выжигать костры и совершать обрядовые купания. Вы сможете объединиться в обрядовом шествии «Стрела» дороги из скрепленных рук, по которой пройдет самая юная и красивая девушка праздника – куполинка. Получите энергию земли и солнца, воды и огня. Ощутите щедрость русской души и поверьте в волшебство кудес. Кудесте с нами! День сменяет ночь Зиму сменяет весна Меняетесь вы Мы остаемся С вами 10 лет Ваши такси Три семерки, три шестерки «Флора-53» предлагает посадочный материал оптом и в розницу Цветочная рассада Хвойные, лиственные, плодовые Большой ассортимент Нехинская, 57 Вы смотрите программу «Соседи» Напомню, что сегодня у нас в гостях вице-президент Федерации воздухоплавания России главный тренер сборной страны по воздухоплавательному спорту Иван Миняйло и пилоты аэростата Господин Великий Новгород Марина Федорова Гости дорогие Вот мы уже поговорили с вами до рекламы о воздухоплавании О том, какой это спорт Что нужно знать и уметь А сейчас мне бы хотелось поговорить с вами о воздухоплавании Как об индустрии Потому что вот эта магия воздушного шара Который взмывает в небо Стоят с открытыми ртами И дети, и взрослые И вы упомянули уже о турнире Княгине Ольги, которая пройдет в Великих Луках Насколько я знаю, Великие Луки не первый год Организовывают и принимают роскошнейший фестиваль воздухоплавания Один из самых крутых Поправляйте меня, Иван, в России Что для этого нужно? Чтобы организовать такое предприятие Которое сразу увлекает собой Туристов, журналистов Огромный резонанс по всей стране Великие Луки действительно Это традиционное нас мероприятие с 96-го года аж То есть оно уже давнишнее Это визитная карточка города и Псковской области Но нет ничего невозможного Тем более, что полет на воздушном шаре Это одна из лучших возможностей Познакомиться с достопримечательностями города или района И для Новгорода и Новгородской области Это абсолютно не штамп Это правда Здесь очень красиво И все эти красоты можно увидеть с воздушного шара достаточно легко Почти всегда можно организовать полет над городом Так, чтобы был виден ильмень, реки, соборы Поэтому я думаю, что для Новгорода Нужно развивать воздухоплавание как элемент туристической индустрии Город привлекательный для туристов И надо это развивать, естественно, с поддержкой администрации города и области И уж не в обиду великим лукам У нас с воздуха посмотреть есть гораздо больше чего Так, Марина, в первый летний уикенд в Великом Новгороде Тоже прошел фестиваль воздухоплавания Он не был таким масштабным, как, допустим, в тех же великих луках Но, тем не менее, это такой вот пробный шар Расскажите, как это было, с чем пришлось столкнуться Как планируете дальше это развивать? Тем более, когда у нас за рулем Воздушного шара, за штурвалом Такая очаровательная женщина-пилота На самом деле, это был у нас пятый фестиваль Первые три были в 2011-2012 годах И в прошлом году мы организовывали фестиваль и в этом Перестали этим заниматься, потому что Ну и в стране наступил кризис, ну и, соответственно, у нас И наш семейный бюджет перестал давать возможность Организовать такие фестивали Потому что мы делаем все за счет нашей воздухоплывательной компании Ну, что для этого нужно? Вот у вас есть, допустим, Иван с огромным опытом Которого можно попросить совета Вы поедете в Апсков и посмотрите, как там это организовано Там, в Апскове, очень мощный спонсор У нас нет спонсоров совсем То есть это все наш числый энтузиазм Этузиазм у коротких любителей Да, каждый раз это все выводит нас в хороший такой минус Но мы хотим это продолжать и организовывать Для того, чтобы, во-первых, мы общаемся с другими воздухоплавателями Которые приезжают Мы все друзья Мы все любим друг с другом встречаться, общаться Делиться опытом Какие-то особые, может быть, случаи Кто-то рассказывает еще что-то Такое братство у вас, да, воздухоплаватели? Корректно такое выражение? Да, да Есть у нас даже песни, в которых такое есть выражение Вот Но это все очень сложно Потому что пилотов и команду надо селить Кормить, заправлять газом Все это Ну, на самом деле, пока получается Будем, может быть, может уменьшать количество аэростатов На самом деле, к нам пилоты из других городов Едут при великим удовольствии Потому что у нас очень красиво Иван, вы ведь третий год подряд приезжаете в Великий Новгород Чем вас покорил наш славный древний город? Действительно, третий год подряд я сюда приезжаю И я в этом смысле не оригинален Меня покорили красоты Новгородской области А традиционное новгородское гостеприимство? Гостеприимство, безусловно, тем более здесь Меня хорошо встречают друзья Но все-таки, в первую очередь, это природа местная Поэтому, если говорить о развитии То как можно его представить себе Воздухоплавание здесь Нужно встречаться с представителями власти Включать воздухоплавание в туристическую программу развития региона Делать этот фестиваль совместно с властью Так, чтобы он стал точкой притяжения для туристов Туристов много в городе Но они приезжают с какими-то другими целями Посмотреть, да, красоты И иногда они летают на воздушном шаре А можно сделать так, чтобы они еще приезжали на фестиваль целенаправленно Вот как одно из событий Событийный туризм, да? Событийный туризм, совершенно верно А у нас в стране, помимо великих лук Ну просто они наши соседи, они на слуху Есть еще такие фестивали, такие центры развития Где энтузиастам, подвижникам этого вида спорта Удается найти общий язык с властью Организовать такое мероприятие И в плюсе, что называется, все Как раз воздухоплавание развивается по центрам Именно там, где есть симбиоз с властью Там, где власть поняла, что это может быть хорошим событием И вкладывает в развитие именно фестиваля Это есть город Кунгур в Пермском крае Там это мероприятие краевого значения Ежегодно в программе финансирования Пермского края Это Рязань Переславль Переславль-Залязки, но там тоже, правда, в большей степени на энтузиазме местных Воздухоплавателей Все держится А дальше, в основном, конечно, люди сами уже занимаются Время-то, к сожалению, подошло к концу Мне остается только пожелать, Марина, удачи вам Иван, вас еще раз пригласить в гостеприимный Великий Новгород Прилетайте! Будем рады видеть А соседям мне остается напомнить, что у нас в гостях сегодня были Вице-президент Федерации воздухоплавания России Главный тренер сборной страны по воздухоплавательному спорту Иван Миняйло И пилот-эростаток господин Великий Новгород Марина Федорова Всего доброго! Соседи будут ждать встречи с вами в 20.30 в эфиренте Редактор субтитров А.Семкин